В этом году только один человек будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Сдать испанский язык желающих не нашлось. Такими экзотическими подробностями поделилась Ольга Щетинкина, министра образования и молодежной политики Рязанской области. Всего в этом году сдают ЕГЭ порядка четырех тысяч одиннадцатиклассников. А вот желающих уйти после девятого стало в два с половиной раза больше. Теперь о структуре экзаменов. В девятых классах для получения аттестата необходимо сдать четыре экзамена. Из них два экзамена обязательных – это русский язык и математика, и два экзамена по выбору. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать только два экзамена. В одиннадцатых классах для получения аттестата необходимо сдать два экзамена – это русский язык и математика. Причем математика может сдаваться на любом из двух уровней – это профильный или базовый. Как и обычно, сдача экзамена будет проходить в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Для выпускников основной период пройдет с 26 мая по 1 июля. В регионе уже оборудованы 34 пункта для сдачи ГИА. Четыре пункта оборудованы на дому для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все вопросы, входящие в контрольные измерительные материалы, формируются исключительно на основе школьной программы. При этом мы с вами должны понимать, так как единый государственный экзамен включает в себя две составляющие – это окончание школы и поступление в ВУЗ, то уровень сложности заданий различный. Для того, чтобы закончить школу, нужно преодолеть минимальную границу. Мой опыт показывает, что минимальную границу, если ты учился на 3, можно преодолеть. Минимум по русскому языку 24 балла, по математике 27. А вот одно из немногих нововведений этого года на экзамен по истории выделят на полчаса больше. При этом изменится не количество вопросов, а их содержание. Добавят про период Великой Отечественной войны. А вот что осталось классическим, так это наказание за шпаргалки. Удаление с экзамена без возможности пересдать. Только в следующем году. А вот на экзамен можно взять прозрачную бутылку воды без этикетки и шоколадку без фольги. Определен и единый день выпускного. 24 июня.